Вы пришли на наше представление, наше первое представление второго класса, которое мы показываем здесь, на этой малой сцене. Мы сегодня вам покажем спектакль, который называется «Праздник непослушания». Мы очень бы хотели, чтобы вы его слушали очень внимательно, разговаривали и вели себя как настоящие зрители в настоящем театре. Спасибо вам большое! А мы с ребятами начнем! Сегодня я хочу вам рассказать удивительную историю, которая произошла в маленьком городке, которая очень капризна, прямая и непослушная льда. Смотрите и слушает. Таким мороженый! Я, я хочу! Нет, не куплю больше, не куплю! Хочу еще, не еще! Я пойду, я не путаю, вот это не купишь, чем мороженого! Таким зрелом ты здесь, я полная его снуков! Я не хотела его даять! Мы не станем! Как ты сейчас ведет? Я за вас сын-то! Ну что вы делаете? Опять бортицы вслевелят! А ну не медленно! Отдайте рогатку! И мы с тобой, пиконики! Сейчас мы тебя будем! Теперь мне держись краской! Поддержите, вы трубас! Не, краси, краси! Пиконики издавимой краской кота красок! Все же краски синим цветом! Какими ужасами, если мне надо что-то делать? Никакой благодарности от них! Только и слышу! Дай, купи, хочу, не хочу, буду, не буду! Да, я тоже устал со своими детьми бороться и вливать! Пусть наши дорогие, глупые и ужасные дети однажды проживутся без нас! Да, у нас есть только один выход! Сдать в город детям, нашим ужасным детям! Ну как же они без нас? Не будем им мешать! Пусть живут, как хотят! И делают, что захотят! Всем нам тяжело нужно выполнить наше решение! Наш мы его приняли! Да, надеюсь, это послужит дым уроком! Пусть живут в городской башне, родные и водопроводчики! К тому времени в городе не осталось ни одного из наших человек! Мысли строгие учителя, которые ставили жирные поиски, Пусть живут в городской башне, родные и водопроводчики! Квартные всех видов городского здания! Где мамы, папы, дедушки и бабушки! Где все остались дома своей встать! Куда все подевались? А почему у нас никто не разбудил? При гостичке не забудем! За июном никто не приготовил завтрак! Эй, ребята, а вы не видели мою дону? Нет! А бабушку мою? Нет! А дедушку мою? Нет! И вообще, где все взрослые? Письмо, письмо! Дети, когда вы будете читать это письмо, мы будем уже девять! Не ищите нас! Мы решили оставить вас одних! Больше вам никто не будет делать замечание, от вас ничего не будут требовать! Мы устали от вашего непослушания! Подписи родителей! А-а-а-а! Как? В городе совсем не осталось взрослых? Совсем-совсем-совсем-совсем! Да, теперь можно отдохнуть! Теперь нами никто не будет командовать! Теперь нам никто не будет сделать замечание! Да, здравствуйте! Здравствуйте! Праздник непослушания! Мы маленькие дети! Нам хочется гулять! Мы маленькие дети! Нам хочется гулять! Звучит музыка... А-а-а-а! В городе.... С вашей камерин сделаетеện И что тут началось? Эти стареры запрашивают не только кошек, но и для знаний, как в городе квартиры в городе настал хаос. Смотри, какой у меня рисунок, у меня лучший. Дай красный этот рисунок, красками, с золотой. Сейчас мы поможем. А я сделаю себе макияж. А у меня вон какие каблуки, а у меня еще. И что тут началось? Дети кели мороженое, сладкое, нарешались и красились. Очень много играли в компьюм, а целыми днями смотрели на телевизор. Но ни к чему хорошему это не привело. Вскоре они все побледнели и закашляли. По горду склонялись с ними, но ты побледневший деть. Мои зубы, а сколько у меня фантиков? Я больше не хочу. А мне больше не нравится. Как хорошо было раньше. А где моя мамочка? Сейчас бы бабушку не прошло. А я у вас не хочу. Но они не вернутся в такой грязный и нечищенный город. Надо сделать уборку. Гидрай! Гидрай! Они уже никогда не вернутся, я по ним так встречаю. Пусть уже шалят, они же дети, мы их так мудим. И мы вас сможем! Солнышко светит, ласковый ветер. Знаешь, что на свете есть не только дети. Папа, мама, ты и я, это все мои друзья. Папа, мама, ты и я, это вся моя семья. Папа, мама, ты и я, это все мои друзья. Папа, мама, ты и я, это вся моя семья. Папа, мама, ты и я. Браво! Ребята, спасибо вам большое. Надеюсь, вам очень понравилось наше представление. Мы хотели бы поблагодарить нашего художного руководителя Ларису Глебовну. Спасибо вам большое. Тогда до новых встреч. Спасибо!